Британский премьер обрушилась с разгромной критикой в адрес России. В чем суть обвинений и как реагирует Москва? Светлана Чернецкая из Лондона. Такой речи от Терезы Мэй никто не ожидал. Да и вообще серьезных заявлений от премьера не предвиделось. Это было светское мероприятие. Банкет бизнесменов лондонского финансового центра Сити. Глава правительства приехала на ужин с супругом и в кои-то веки сменила строгий костюм на вечернее платье. Традиционно премьера пригласили поприветствовать присутствующих и выступить с речью. И совершенно неожиданно суть выступления свелась до очень жесткой критики России. Тереза Мэй вспомнила все. Аннексию Крыма, разжигание войны на Донбассе, вброс фейковых новостей, организацию кибератак, нарушение воздушного пространства и вмешательство в выборы. У меня очень простое сообщение для России. Мы знаем, чего вы добиваетесь, и у вас ничего не выйдет, потому что вы недооцениваете нас. Мы надеемся, что когда-нибудь Россия выберет другой путь. Но пока она этого не сделала, будем действовать сообща, чтобы защитить наши интересы и мировой порядок. Премьер несколько раз подчеркнула, что не хочет вечной конфронтации с Москвой или возврата к холодной войне. Но, по словам Мэй, партнером Запада, Россия может стать только, если будет играть по правилам. Но в Москве на выпад британского премьера особо не прореагировали. Из-за Брексита и нестабильности в британской политике это, разумея, считают слабым лидером. В Совете Федерации ее слова назвали русофобией и дискредитацией. Кстати, в следующем месяце должен состояться визит в Москву министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. За последние шесть лет это будет первое посещение российской столицы британским высокопоставленным чиновникам. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности Британское бюро телеканала Интер.